Как выясняется, после развода достаточно много людей подают в суд на своего бывшего и требуют с него алименты, но, как правило, получить их удается не всегда. Есть среди тех, кто не платит, порядка 300 женщин. Также есть родители, которые требуют, чтобы их обеспечивали дети. Сейчас более 2600 должников вынуждены платить алименты. Необходимую сумму просто удерживают с их зарплаты. А еще порядка 100 человек находятся в розыске. Судебными исполнителями в отношении злостных должников применяются такие меры, как выставление временного ограничения выезда за пределы Республики Казахстан, аресты на имущество, аресты на счета в банках второго уровня. Также должник, попавший в реестр должников, не сможет участвовать в государственных закупках, не сможет получать кредиты в банках. На самых злостных неплательщиков, а их, как выяснилось, 126 департамент юстиции подал в суд. По результатам, 86 алиментщиков получили наказание в виде административного ареста. 35 штраф и 5 материалов было прекращено благодаря соглашению между сторонами. Эльвира Аюпова не понаслышке знает, что такое воспитывать ребенка самой и не рассчитывать на помощь мужа. С 2015 года она не может добиться алименты от бывшего мужа, с которым развелась почти 4 года назад. За все это время он платил всего два раза. Летом или осенью я писала в департамент юстиции. После этого меня вызвали написать заявление. В ОВД, по-моему, в Федоровко-Теркинский район, там я писала заявление по уголовной ответственности. Но все равно дело мое не движется. Как он мне не платил, хотя мне сказали, что он заплатит за должность 950 тысяч, я не помню, там у меня есть. И за должность будет, естественно, платить, и алименты ежемесячные. Но ничего нет. Тимирбек Аюпов, по словам женщины, в воспитании дочери никакого участия не принимает. Женщина на небольшую зарплату обеспечивает ее сама. Просто я хочу, чтобы, как говорится, с моим ребенком считались, почему я могу, а он не может этого делать. Я работаю, я ее одеваю, я все делаю. Почему он не может? Он же мужчина все-таки. Тем более детей у него больше нет, я понимаю, если там от другой семьи вырвать. Один ребенок. Маленькая Салтанат ходит в нулевой класс. Как выглядит папа, девочка даже и не знает. Родители не бросают детей. К слову сказать, в 2017 году за неуплату алиментов было возбуждено 281 уголовное дело. Однако органами следствия они не были доведены до суда и прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения. Олег Великий, Ербола Маншин, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.